Всем привет! С Вами снова инженер-электрик Екимов Игорь. Наконец настало время установить реле напряжения, обзоры на которые я делал ранее. С этим реле уже записано 4 ролика. Ссылки на них найдете в описании. И конечно, подпишитесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. В щите уже стоит реле напряжения, обзор о котором я делал ранее. Это как раз то реле напряжения, которое покупать не стоит. В данный момент питание квартиры идет не через него. Как видите, выходы реле напряжения отключены. Я буду это реле напряжения снимать и устанавливать новое реле. Ссылку на обзор старого реле также найдете в описании. Проверяем, на какой вход реле подходит фаза. Видите, сюда подходит фаза, а тут соответственно ноль. Это расположение выводов запоминаем. У нас по белым проводам идет фаза, по черным проводам идет ноль. Если у вас провода одинаковые, то пометьте фазный провод изолентой. Почему это принципиально важно? Большинство реле напряжения отключает только один полюс. Отключиться должна фаза. А нулевой вход и выход внутри реле напряжения закорочены. На реле есть маркировка. L это фаза, N это ноль. Подключение этих проводов нельзя перепутать. Иначе, вроде бы и реле работает, но отключать будет ноль. И в результате вся проводка квартиры окажется под фазой. Отключаем вводной автомат. Проверяем отсутствие напряжений на оклеимых реле напряжения. У нас тут фазы нет. И соответственно тут фазы тоже нет. Предупреждаю, что нужно проверять отсутствие фазы заранее проверенной отверткой. Мы ее проверили перед отключением электричества. Об отсутствии фазы нам говорит также отключенный счетчик электроэнергии. Демонтаж и монтаж реле напряжения нужно производить аккуратно, чтобы не нарушить пломбы на водном автомате и на счетчике. Если повредите, проблемы могут быть серьезные. Откручиваем входные клеймы реле напряжения. Открутили фазные провода. Открутили нулевые провода. Поддеваем ушко снизу реле напряжения. И у нас реле напряжения снимается. Отодвигаем провода, чтобы они нам не мешали. Надеваем сначала верхнюю часть реле напряжения на один рейку. А потом, нажимая на него, его защелкиваем. Реле напряжения установили. Теперь будем его подключать. Обращаю внимание, на этом реле напряжения выводы фазы и выводы нуля расположены по-другому. Так что нельзя взять и просто поменять одно реле напряжение на другое. Всегда смотрите на маркировку. Нулевой провод подключаем к клейме N. Фазный провод подключаем к клейме L. Прикручиваем. Теперь подключаем провода, которые подходят к нашему выходному автомату. На выходе реле напряжения L указано тут. К клейме L подключаем фазный провод. К клейме N подключаем нулевой провод. Если вы неопытные, то можно вставить провод мимо зажимной части клеймы. Вроде клейму затянули, но сам провод не зажат. Проверяем клеймы легким подергиванием за провода. Все провода проверили, не вытягиваются. То есть мы зажали провода хорошо. Если бы он был не зажат, он легко бы вышел из клеймы. Подключаем напряжение. У нас реле напряжения начинает отсчитывать 10 секунд. Вот у нас напряжение включилось. Проверяем индикаторной отверткой, что у нас фазное напряжение находится на клейме L. Все нормально. На клейме L у нас находится фаза. Вот вход, а вот выход. Также на выходе выходного выключателя на белом проводе у нас находится фаза. Вот вход, вот выход. Если провода будут подключены неправильно, то неправильно будут работать выключатели. Будут прерывать не фазу, а ноль. И не дай бог, вы сделали защитное зануление в розетке. Тогда на корпусе прибора будет фаза. Так что, куркулезно проверяйте. Защитное зануление внутри розетки делать запрещено. Как мы видим, это реле напряжения показывает входное напряжение 230 вольт. И показывает, что у нас сейчас потребляемый ток 400 миллиампер или 0,4 ампера. Данное реле уже программировалось. Мои настройки для данного реле я оставлю в описании. Почему я поставил такие настройки и как это реле программировать, я рассматривал в отдельном ролике. Также есть ролик, в котором данное реле тестировалось. Если у вас есть возможность, обязательно тестируйте реле напряжения. При установке в щите его протестировать не удастся. Ссылки на ролики будут в описании. Сейчас пробегусь по настройкам реле. Сейчас в схеме стоит один входной автомат и один выходной автомат. Реальный ток через них равен по величине. Выбираем настройку по меньшему номинальному току автомата. Это выходной автомат на 16 ампер. Когда же я на выход добавлю еще автоматы со временем, буду настраивать реле по номиналу входного автомата. Оно у меня 20 ампер. Так как он будет ограничивать суммарный ток выходных автоматов. Максимальный ток, на который можно настроить данное реле, 40 ампер. Также можно приобрести реле на 63 ампера. Ссылку на магазин я оставлю в описании. Проверяем наличие напряжения в квартире. Если розетки, светильники у вас работают, поздравьте себе. Реле напряжения вы подключили. Я заготовил для вас еще много интересных тем для роликов. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы их не пропустить. В комментариях можете предлагать свои темы для роликов и свои мысли по теме роликов. А также не забывайте ставить лайки и делать репосты. Это сильно поможет продвижению ролика. А я вам буду благодарен. До встречи в новых роликах. До встречи в новых роликах.